Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй и сегодня у нас кухня красоты. Кухня красоты! Сегодня я буду делать, постараюсь делать, как всегда, у меня все эксперименты, я все делаю впервые. Постараюсь смыть цвет волос, но как бы у меня нет задачи на самом деле снимать свой цвет волос, потому что розовый мне нравится, у меня есть задача почистить корни волос, потому что мне сказали профессионалы, что может не накладываться у меня цвет волос, допустим, розовый мой, потому что то, чем я осветлялась шварцкопом, у них такая система, как бы они не проникают внутрь волоса, а они окрашивают его поверх, создавая тем самым пленочку такую. И поэтому, когда я наношу другую тонирующую краску какую-то, то она просто не проникает вглубь волоса и не оставляет свой пигмент. И для того, чтобы мне покрасить свои корни, чтобы они были, допустим, розовый или любой другой какой-то цвет, мне нужно их почистить. Но так как я не хотела осветляться, мне нужно было что-то такое бережное, очистка, мне посоветовали сделать такую, как называют, бормотуху. У меня в комментариях девочка написала, что нужна бормотуха. Но, кстати, как раз-таки перед этим мне посоветовали. Из чего она состоит? Она состоит из порошка, не бойтесь, не бойтесь, порошок сразу страшный, да? Она состоит из порошка, из окислителя 3 или 1,5%, из шампуня глубокой очистки и воды. Все это нужно развести в пропорции 1 к 1. Все. То есть, одна часть порошка, одна часть оксида, туда столько же воды и столько же шампуня. В принципе, это не так строго, шампуня может быть и больше. Вот. Все это перемешать и этим помыть голову. Может быть, подержать там 5 минут, да? То есть, я вообще это для корней собиралась делать, но, в принципе, я хочу посветлее розовый себе, чтобы он какой-то вот такой был нежный, розовый. В общем, я не знаю, что у меня дальше будет с волосами. Может быть, я сделаю яркие розовые корни. Но сегодня у нас будет очистка. Окрашивание сегодня, наверное, не будет. Это будет в другом видео. И потому что я еще не придумывала, что я хочу окрасить. Может быть, я снова стану блондинкой, а может быть, я немножко поэкспериментирую с розовым цветом. Поэтому сейчас поехали делать бормотуху. Кухня красоты! Использовать шампунь я буду шампунь глубокой очистки от Фаберлик. Вот я приобрела такой шампунчик. Значит, порошок у меня будет от Эстель. И оксид итальянский, но можно любой на самом деле брать. Просто я взяла итальянский, поэтому... Все, развожу я все это медными ложечками вот такими. Купила их в Икспрайсе, самый большой, здесь 15 грамм. Сейчас посмотрим. Сейчас сделаю сначала по одной ложечке, а потом, может быть, по две. Просто невероятный какой-то шампунь от Фаберлик. Он черный, он перламутровый. Я не знаю, как вам это показать. Это очень красиво. И он безумно вкусно пахнет. Просто неожиданно. Кстати, мне сказали, что шампунем глубокой очистки нужно пользоваться, ну, раз в две недели обязательно очищать волосы. Такая процедура полезная. В общем, вот такая штукинция у меня получилась. Я сделала по две ложки всего. Две ложки пашка, две ложки воды, две ложки шампуня, две ложки оксиданта 3%. Сейчас все это тщательно перемешаю и буду наносить на волосы, начиная с корней. Все, я все перемешала и, в принципе, эта смесь не должна долго оставаться на моих волосах. Максимум пять минут. Поэтому я пойду в ванну, просто начну это быстренько наносить с корней. Все намылю, подержу, протяну по длине волос, еще две минутки подержу и все смою. Потому что это не осветление, а просто такая глубокая очистка цвета. Так что встретимся уже после. Удачи мне. Итак, я нанесла все это на свои волосы, вот корни. Достаточно плотненько оно все ложилось у меня. Поэтому, когда я все нанесла, для того, чтобы равномерно и как следует все распенить, я просто еще добавила воды, как мы моем, например, шампунь. В принципе, мне сказали вообще сделать такую консистенцию, чтобы она приятно наносилась, комфортно, как бы, да, и как шампунь, да. Поэтому я добавила водички, все это вот так вот распениваю, распениваю. Сейчас четыре минутки подожду, потом все это распеню по всем волосам, еще три минутки, и будем смывать и сушиться. И посмотрим, что получилось. Слушайте, а мне нравится эта тема. Сейчас распределила на корни, чуть-чуть так высветляется. Есть легкое пощипывание, настолько легкое, что кто-то может даже и не заметить это пощипывание. Цвет реально поднимается. Что, у меня ощущение такое, что розовый не так просто смыть нужно будет. Но вот эта система легкого осветления мне нравится. Потому что очень комфортно. Волосы... Ну, это не осветление конкретное, конечно. Прям интересно, что останется. Итак, пока я помыла голову, не знаю еще результата. Скажу, что после того, как я смыла все, я еще раз прошлась шампунем глубокого ощущения от Фуберлик. И, в общем-то, не знаю зачем, просто чтобы глубоко смыть все, что я наносила. Пусть будет такая двойная очистка. Надо, не надо, я не знаю. Может быть, можно было нормальным шампунем смыть. В общем, я в этом не разбираюсь, поэтому все экспериментирую. Кондиционер я использовала, вот такой я приобрела кондиционер. Happy Happy Joy Joy. Это кондиционер для волос. Он увлажняет волосы, у него очень приятный запах. В общем, я его использовала сейчас. Также, кстати, от Lush сразу скажу, у меня есть еще три продукта. Также один из них для волос. Меня часто спрашивали, чем ты пользуешься, чтобы там волосы росли. Я ничем не пользуюсь, у них, в принципе, неплохо растут волосы. Но, когда я пошла в магазин и спросила у девушки, ну, что это вот за маска для волос. Бережный уход за тонкими и ломкими волосами. Восстановление от корней до самых кончиков. Красивые, сильные волосы. Основа вашей красоты. Называется Основа Основ. Она для роста волос. И она наносится на корни на 15-20 минут. И девочка, которая продавала там, она сказала, что у нее такие недлинные волосы. Она как раз-таки этим пользовалась. И она сказала, что у нее прям чувствовала, когда руку заносила под волосы, что даже появились новые волосы. Какой-то пушок начал расти. Поэтому я взяла это средство и буду также перед мытьем головы раз в неделю, раз в две недели наносить это средство. Для того, чтобы у меня росли новые волосы. В общем, Основа Основ называется. Вот так выглядит белая. Приятно пахнет. Не сильно такой прям запах, как обычно у них. У них очень сильные запахи. Вот Joy Joy такой прям характерный запах Lush. Еще я взяла вот такой вот крем. Крем, конечно, этот называется Крем на миллион. Он, конечно, чудесный. У него невероятный запах. Раскрывается, мне кажется, как духи в три ноты. Выглядит он достаточно плотный. Здесь на вам, наверное, не видно, но он переливается. Он переливается. Вот его открываешь, он переливается. Здесь розовый отлив, какой-то есть желтенький отлив. В общем, он с тонирующим средством. Он достаточно плотной консистенции, что может быть не очень хорошо на лето. Но вот на сейчас, чтобы увлажнить хорошо кожу, самое то. Вот у меня здесь очень светло для того, чтобы вы оценили. В общем, если его наносить на кожу, сразу видно разницу. Он придает коже такой, знаете, вот плоск, блеск, прям вот шелк. И сразу вот я его нанесла. И просто разница моя кожа и там, где он нанесен. Ну просто, я не знаю как. Единственное, что написано на нем еще, что его нужно использовать каждые два часа. Ну, какой крем нужно использовать каждые два часа, я не знаю. Но, наверное, это у нас идет именно для... Вот написано, равномерно нанесите крем на чистую кожу и обновляйте регулярно, по крайней мере, каждые два часа. Наверное, он какой-то лечебный. На свой момент здесь этого не написано. Но он тонирует кожу, он ее увлажняет хорошо. Он придает ей такой цвет здоровый, лоск, блеск. Как раз таки, как сейчас очень в тренде. Вы сейчас знаете, если в тренде такие блестящие немножечко лица в определенных местах. Ну, в общем, вот такие вот глянцевые, можно сказать, лица. Вот такие три продукта у меня от Lush. Чтобы вы знали, я ими пользуюсь. И крем мне очень нравится. И он, кстати, его наносишь. Он сначала очень хорошо пахнет, прям вообще ярко-ярко. А потом он сходит, и у него остается безумно приятный аромат, что не нужно даже наносить духи. Ладно, пойду сушить волосы. Итак, мои хорошие, вот что у нас получилось. Как видите, сильного осветления у нас не произошло. Но оно нам и не нужно было. То, что глубокая очистка с легким поведением цвета получилась у нас. Вывод, что розовый на самом деле едкий цвет. Ну, плюс у меня он не сильно достаточно был смыт. После окрашивания прошло две помывки. Потому что я мою голову раз в неделю. То есть у меня так вот получается раз в неделю ее мыть. И мне достаточно, в принципе. Вот. Цвет опять же сравнялся. И он опять с рыжего у меня теперь переходит. Переходит в нежный-нежный розы. И, в общем, что? Что сейчас? Сейчас я похожу так. В принципе, мне даже так нравится что-то необычное. Рыжий корень. Что-то такое. Блин, я люблю. Мне вот чуть-чуть измени новенькое все. Я уже так похожу. На самом деле розовый, яркий цвет. Конечно, он мне немножечко поднадоел. Все яркое мне очень напитает. Потому что я люблю классические такие вот. И нежные цвета. Я уже соскучилась за блондинкой, честно вам скажу. Вообще, я купила Estelle Essence в голубой упаковке. 116 номер. Было всего две коробочки. Еще коробочку 161. Это все пепельный блондин. Такой сероватый. Я им уже красила перед Новым Годом. Этот цвет обалденный. Вам очень понравился. Очень благородный, дорогой цвет. Единственное, что у меня появилось желание покраситься в блонд пшеничный. И я знаю, что меня смотрит очень много профессионалов, любителей и просто опытных людей. Я выкладываю это видео. И мне интересно на самом деле сегодня узнать ваше мнение. Что бы вы мне посоветовали для того, чтобы убрать, допустим, розовую. И сделать пшеничный яркий цвет. То есть блонд такой пшеничный, яркий. Не желтый, чтобы он был. Ну, вы поняли, да? Короче, яркий блонд хочу. Это не факт, что я этим советом воспользуюсь. Но я хочу послушать. Мне интересно реально ваше мнение. Что еще? Что еще? Пока что у меня эти красочки лежат пепельные. Я не знаю, когда я их буду красить. Может буду, может нет. Кстати, да, меня не интересуют советы по поводу высветления и вытравления волос от шестерки до 12%. Я травить волосы не буду. Я знаю, что это все можно сделать максимум на 3%. Просто нужно правильно подобрать краски и ингредиенты. Вот если кто-то знает такие способы, то пишите мне. А так я пойду, конечно, к моим профессионалам в магазин Твиги и спрошу, что у них. Потому что они мне советовали тогда пепельный блондин, когда я была фиолетовая. У меня другой пигмент присутствовал волоса. Вот интересно, что они посоветуют сейчас. А так я пока так похожу. Вот здесь у меня рыжие стали. Вот здесь мои... В общем, вот это вот надо мне точно красочкой прямо осветлить конкретненько. Ой, в общем, на волосах черти что. Надо их уже привести в порядок как следует. Солнышко. Ладно, мои хорошие. Все, я вас люблю. Все комментарии, советы. Пожалуйста, подбирайте слова. После того, как я выпустила 1 апреля ролик о том, что я ухожу, это была шутка. И столько комментариев у меня еще ни разу не было. 400 с лишним комментариев просто за 6 часов. И столько просмотров, и ни одного плохого комментария. Все расстроились, кто-то даже расплакался. И я подумала, у вас целая армия. И сделала все комментарии снова открытые. Поэтому комментируйте теперь с вами, с теми, кто меня любит, с моей большой поддержкой. Мне реально все теперь по барабану. Я знаю, что вы меня любите, что я вам нравлюсь, такая какая есть, со своими приколами, всякими экспериментами. И пусть даже они неудачные и смешные, и где-то я выгляжу глупо. Это не страшно, это прикольно, это весело. И я не боюсь это показать. Рада, что вы это можете оценить. И что вы меня любите. Я почувствовала вашу любовь. Поэтому открыла все комментарии. Комментируйте теперь без проблем. Я буду смотреть. Единственное, что я уже не успеваю отвечать на ваши комментарии. Но я об этом уже говорила. Так что знайте, что я их просматриваю, вижу. В общем, я с вами. И вместе мы сила. Все, я вас люблю. До следующего видео. Все, пока. И да, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok